Всем привет! Это снова я и мы с вами продолжаем наше большое путешествие по Америке. Сегодня мы отправимся в небольшой техасский городок Уичито-Фоллс, чтобы узнать историю одного маленького небоскреба и большого мошенничества. Я расскажу, как местный бизнесмен собрал деньги на строительство одного из самых высоких зданий в стране, что он в итоге построил и почему обманутые инвесторы проиграли дело в суде. Ну а сначала прогуляемся по центру Уичито-Фоллс и посмотрим, как выглядит город, про который вы, скорее всего, никогда даже не слышали. Ну что, погнали в Техас! Во время моей неудачной попытки переезда в Арканзас я изучал окрестные штаты, много путешествовал по Аклахоме, снимал 66-ю дорогу, а также заехал в Нью-Мексико и Техас. А сегодня у Дудя вышел ролик о Техасе, где он называет его новым местом силы. Я со многим могу согласиться, что в Техасе все большое, что это очень самобытный штат, во многом не похожий на всю остальную Америку, что там много денег и много всего другого, но к заявлению про новые места силы у меня очень много вопросов. Я не был во всем Техасе, но те части, через которые я ехал, а также город Даллас, где я когда-то был, произвели на меня, мягко говоря, очень неоднозначное впечатление. Особенно техасская глубинка. Я потом обязательно расскажу о своих эмоциях, а сегодня покажу вам город Вичито-Фоллс, в который заехал на обратном пути. Я приехал в город ради самого маленького небоскреба в мире, а остальное снимал просто из любопытства и чтобы показать, как там все выглядит. Поэтому не ждите каких-то феерических съемок, это обычная прогулка по очень невзрачному городу. Ну что, дом в городе Вичито-Фоллс, штат Техас. У меня вчера была дилемма снять отель или дом на одни сутки. В итоге я снял вот эту вот квартиру. По цене это на 10 долларов дороже, чем мне бы стоил отель. 140 долларов у меня обошелся. Одна, точнее, квартира. Но со своими как бы преимуществами. Во-первых, стиралка-сушилка. Мне нужно было постираться, и в отеле с этим сложнее. Либо за деньги, либо надо идти куда-то в лондромат. Ну и плюс все-таки квартира. Это не отель. Все-таки здесь можно обустроить нормальное рабочее место. Есть холодильник, можно сделать завтрак и так далее. Но вот, на самом деле, ну, реально ежепеня. Я даже не знаю, бывает ли ежепеня. Про город я до недавнего момента даже не слышал. Ну вот, такая вот квартирка. Я так понимаю, что здесь рассчитано на военнослужащих военной базы, которые здесь основные работодатели. И они здесь останавливаются во время командировок. Ну, в общем, вот так вот выглядит жилье в техасской глубинке. Я поехал дальше. Ну что, покидаю свое жилище, которое было у меня всего лишь на один день. И тут, как всегда, есть какие-то странности. Мне вообще, когда я живу в отелях, кажется, что вокруг сплошные сумасшедшие. Ну или очень странные люди. Я не понимаю, как бы, многих вещей. Почему все время люди ходят до утра сверху, топают за стеной посреди ночи. Короче, здесь ничего не было, кроме одной вещи. Вот там вот только что в кадре была машина джип белая. Я когда вчера приехал, она стояла на этом месте заведенная. Ну, стоят заведенные машины, стоит жара на улице, в конце концов. Что-то такого-то. Короче, вечером я пошел записывать озвучку. Джип стоял заведенный. Сейчас я с утра выхожу. Он стоит заведенный. Внутри сидит человек. Окна приоткрыты. Двигатель молотит. Это что, вот как это объяснить? Что это такое? Что это было? Почему человек сидит сутки, блин, в машине с заведенным двигателем? Ну, у меня объяснение только одно. Одно единственное, другого у меня просто нет. Что это кто-то, кто живет в этом Airbnb, кому некуда свалить. И кто уходит в машину и сидит там, пока я не освобожу квартиру или кто-то другой не освободит. Слева, похоже, местное, очень дешевое жилье. Я бы назвал его социальным, но не знаю. Может быть, это какой-нибудь с возрастом связан жилищный комплекс. В общем, я в городе Вичито-Фоллс, штат Техас. Хоспис Вичито-Фоллс. Город с населением почти 100 тысяч, чуть больше 100 тысяч, с какими-то копейками. Я при нём до этого момента даже не знал, что он существует. Но вот так получилось, что я сюда заехал и здесь оказался, совершенно того не желая. Ну, заодно, значит, посмотрим, что такое... В общем, довольно большой техасский город. Потому что с Техасом у меня пока связаны одни лишь какие-то разочарования, что ли. Я даже не знаю, как это сказать. У меня какой-то химии с Техасом не получается. Я вот сколько раз пытаюсь полюбить этот штат. И я каждый раз наталкиваюсь на какую-то фигню. В общем, посмотрим, что будет сегодня. Хотя я уже вчера по нему успел погулять и понял, что любви вряд ли совершится и в этот раз. Не знаю, Техас производит очень унылое, какое-то странное впечатление какого-то забытого богом места. И это всё, в общем-то, в реалиях одной из крупнейших американских экономик. Как оно у них тут сочетается, я, честно говоря, не знаю. Как так плохо живёт практически весь штат, при том, что это один из самых богатейших штатов в США. Ладно, я про людей не буду говорить, там, уровень жизни их и так далее. Но всё вокруг как бы тоже вызывает кучу вопросов. Я что-то как-то считал, что в обстоятельстве Нью-Йорке депрессивненько. Но я забираю свои слова обратно. В обстоятельстве Нью-Йорке всё, на самом деле, довольно хорошо. Там природа очень сильно компенсирует любые, как бы, недостатки. А здесь же ещё и с природой проблема. Здесь она, на самом деле, её просто нету. Она просто равнина под жарким очень солнцем. Климат, конечно, многое объясняет и многое, как бы, списывает. Но всё равно. В общем, сейчас я проедусь по каким-то городским районам, непонятно. Из того жилья, где я жил. Доеду до центра города. Совершу по нему кружочек. Круг подсчёта покажу одно очень интересное место. Как бы, благодаря только ему и сюда и попал. И, в общем, поеду дальше. Больше в Вичито Фоллс делать совершенно нечего. Более безликого города ещё и поискать нужно, если честно. Совершенно ни о чём пресный. Ему бы соуса, соли, приправ каких-нибудь. Чё-то нужно добавить. Пока это всё невероятно грустно. Но, тем не менее, оставляем за скобкой всю лирику. И переходим к реальной жизни. Которое, в общем, происходит вокруг нас. И ничего ужасного в этой жизни нет. Город-то, на самом деле, совершенно нормальный. Я прокачусь просто по его каким-то жилым кварталам. Чтобы была какая-то картинка того, как здесь живут люди. Живут они здесь по-разному. Я был в районе, в котором был квадроплекс. Это когда в одном доме аж 4 юнита, 4 квартиры. Но было довольно тихо. Я никого не слышал. Пока 8 утра тётка не закричала на свою собаку. Прямо у меня под окном. В общем, я думал, что я вообще не услышал никаких звуков. Что удивительно. При наличии 4 квартир. Соединённых единой, как бы, по одной стеной, по сути. Но было тихо, было хорошо. В этом плане я совершенно не жалею, что выбрал это место. Потому что в отелях я ни хрена не могу выспаться. Из-за хлопающих дверей постоянных. И людей, которые что-то топчут, орут. Ещё что-то делают. Это какое-то проклятие. Вот. Так что здесь живут по-разному. У меня была, можно сказать, такая дешёвенькая. Прямо очень дешёвая квартирка по местным меркам. One bedroom. Ну, на мой взгляд, рассчитанная как раз-таки на... Либо на пенсионеров. Либо на людей, которые работают на какой-нибудь government. Вот часто живут в таких квартирах медики. Которые приезжают на работу. Traveling nurses, так называемые. Ну и вот военные, которые там меняют дислокацию. Могут тоже такое снимать. Или которые приехали в командировку. Здесь находится авиабаза, которая занимается подготовкой пилота по стандартам НАТО. И здесь готовят пилотов многих стран. И я думаю, что сюда идёт постоянный поток такой вот командировочных военных. Так что вполне неплохая для этого дело квартирка. Как вы видели, здесь райончик тоже вполне аккуратненький. Вот местная телестанция KFIDX. Сети NBC. А, нет, они Fox. NBC и Fox, короче, всё у них там сразу. Ну вот просто местный телеканал. Это такие пара ангаров. Большая антенна. И спутниковая антенна для передачи данных. Вот так это всё незамысловато выглядит. Но зато, как и во многих городах, есть своё местное телевидение. Местные средства массовой, можно сказать, информации. Стена молитв. Что-то там какая-то церковь была, и там надо было на этой стене молитву написать. Ну вот тут у нас Техас. Церквей тут не просто много, а очень много. Народ очень консервативный. Такой, не знаю, богобоязненный хочется сказать. Но, по-моему, это слово не очень описывает. Очень много всяких таких милых старушек. Старичков, старушек таких. Ну старушки прям милейшие здесь. Такая милота на максималках. Такие прям американские старушки. Вот если в кино вам нужен образ американской старушки, то за ним надо ехать в Техас, как мне кажется. Город довольно приличный. Размазан по большой площади. Ну вот с какой-то условной окраины в какой-то условный даунтаун. Ну хотя он не условный, он реальный даунтаун. Мне ехать, ну что-то там типа меньше 20 минут. Ну трафика, естественно, никакого здесь нет. Это уже очевидно. Я скоро к этому привыкну и буду потом очень сильно страдать, когда вернусь в места, где с трафиком все хорошо. Классические Соники. Кафе с названием Хобо. Интересно. Хобо это во времена Великой Депрессии были люди, которые путешествовали на поездах по всей стране в поисках работы. То есть они как бы бродяги, но они бродили именно с целью найти новую работу, заработать денег и ехать дальше. То есть такие странствующие подмастерья, что ли. Так скорее можно назвать. Бродяги не очень корректно по отношению к ним. Но это было огромное движение по всей стране. Хобо. Они передвигались в пустых железнодорожных вагонах. Вот в кино сцена, когда чувак едет на поезде в пустом вагоне, это Хобо. И у них даже был свой язык, свои символы. Они помечали разные места, где там опасно ночевать, где полиция может остановить. У них были специальные знаки, которые они рисовали, чтобы другие Хобо тоже не попались в эту ловушку. Поэтому странно назвать кафе Хобо. Но почему нет? От Техаса у меня стойкое чувство какого-то умирания глобального. Я не понимаю, почему здесь так все происходит. Но, опять же, с другими штатами как-то вот было понятно. Там Оклахома, все дела. Бедные штаты. Статуя свободы у людей стоит. Короче, как-то вот казалось, что нечем покрывать все эти дыры. И поэтому штаты переживают такие кризисные времена. Но, как оказалось, в Техасе все то же самое. Картинка Техаса, честно говоря, мало отличается от Оклахомской. Очень много здесь вот таких вот поселков, арви, парков. И люди живут прямо в этих трейлерах. То есть это как бы фактически города из мобильных домов. И люди живут там постоянно. Переезжая из города в город, может быть иногда, а может вообще не перебезжая и живя в этом прицепе. Это тоже такой признак развитой в кавычках экономики. Нету большого количества брендированных станций. То есть какие-то бренды вот ДиКей. Что такое ДиКей? Я не знаю, со смайликом. Причем странный Техас. Пока вот главная, наверное, характеристика, которую могу отнести, это странновато все. И я ожидал, правда, другого. Я ожидал какого-то вот прям Техаса такой. Ковбой сейчас на меня в ковбойских шляпах накинуться со всех сторон. Тут даже люди ковбойские шляпы не носят. То есть все мои стереотипы, они были как бы размазаны об техасскую стенку. Сегодня у нас суббота. Это, конечно, может объяснять какую-то малолюдность местных улиц. Но, господи, у него антенна растет из вена. Но я уже это все прошел историю. И понимаю, что если в городе нет людей, их нет. Никакой будний день не спасет ситуацию. Они либо есть, либо их нет. И города либо пустые, либо там ходят люди, слышен смех и разговоры. Вот либо так, либо по-другому. Редко бывает, чтобы было иначе. Какой-то вот, скорее всего, тоже социальный дом. Приехали копы. Фига себе, он четырехэтажный. И во все квартиры вход с улицы. То есть по внешним лестницам и внешним балконам надо проходить. Как мотель, только четыре этажа. Ну вот мы с вами в самом центре. Тут уже такое ощущение города появляется. Уже есть высокие здания. Уже есть красивые здания. Уже есть такие мощные здания. Но жизни, к сожалению, по-прежнему нет. Мало того, в центре все вот такое вот, блин, в центре. Сейчас я совершу какой-нибудь круг почета по центру, чтобы была картинка. Чтобы гулять здесь, конечно, особо негде. Хотя вот и вижу там какой-то фестиваль. Туда сейчас схожу пешком. Просто проедусь через центр, через даунтаун. Чтобы было представление о городе. А потом прогуляюсь по историческому району. И какие-то расскажу истории, которые узнал об этом месте. В общем, если вы ждете какой-то жизни, то не ждите. Бэйл Бонс. Выход под залог. Огромная парковка. На пустых улицах это всегда странно. Перекресток со знаками 100 по все стороны. Ну и пустые улицы. Пустые и, мало того, еще не заброшенные, но пустующие дома. Мне показалось, что что-то там происходит, но, по-моему, там ничего не происходит. Ну вот, многоэтажные паркинги, которые как-то хотя бы забивают пустоту. Не знаю, что здесь в будни происходит, насколько они забиты машинами. Ну, проблема как и везде. Если вы пропустили миллион моих видео с объяснением, как так случается. Вот вам миллион первое объяснение строительства автомагистралей, переезд людей в пригороды, движение к американской мечте, ну, то есть жизнь в своем собственном доме и, как следствие, реновация центров городов, строительство большого количества парковочных площадей. Потому что люди живут в пригородах, работают в центре, ну, фактически вымывание центров любой социальной жизни в центре. И мы имеем то, что мы имеем. Вот результат всего этого. Глобально это автомобилизация плюс деиндустриализация. Ну, в общем, много разных факторов, которые сошлись в одном месте и привели к тому, что города начали просто вымирать. Дальше еще очень сильно помогли всякие городские программы, которые этот процесс только усилили и ускорили. Ну, то есть начали сознательно сносить то, что можно было не трогать. Times Square. Вот она какая, Times Square-то, оказывается. Вичито Фаус Рекорд Ньюс. Я думаю, что это типография, скорее всего, местной газеты, но она закрыта, сдается здание в аренду. И не факт, что эта газета вообще теперь существует. Ну, в Википедии было написано, что здесь есть две газеты, одна из них выходит каждый день. Я, конечно, аплодирую стоя тем людям, которые выпускают газеты в такое тяжелое время. Но я не понимаю, зачем и для кого они это делают, кто читатель этих газет в 2024 году. Местные копы. А, вот они, наверное, на вызов ездили в этот дом. Вичито Фолские копы. Ну, а дальше как бы... В общем, порадовать меня вас нечем. Очень напоминает Москоги. Вот прям я как будто бы вернулся обратно в Москоги. Ну, такая же вот... Примерно такая же картинка города. Очень похоже. Побратимы. Сузуки. Вичито Фоллс, Тексас. Дилера Сузуки встретить, это, я вам скажу, редкое явление. Ну, вот тут какой-то торговый центр, который что-то там пытается. Что-то там он пытается. Во! Тут прямо толпы. Толпы. Я догадываюсь, что здесь толпы. Ну, подозреваю, здесь есть фермерский рынок, который проходит по выходным. Вполне возможно, что это он. Потому что я вчера гулял, и здесь было просто все мертвое совсем. Поэтому тем удивительнее увидеть здесь сейчас людей. Ну, отлично. Люди, это хорошо. Ну, и, естественно, что парковка здесь бесплатна. Кто еще возьмется на гости брать за это деньги? Американские поселенцы прибыли в эти места в 1860-х годах и занялись скотоводством. Город был основан в 1876 году, назван в честь водопада на реке Уичито и начал активно развиваться благодаря пришедшей сюда железной дороге Форт Уорд и Денвер. К 1910 году население Уичито-Фоллс составляло 8200 человек. А экономика прочно основывалась на железных дорогах и перевозках. Город мог похвастаться мощенными тротуарами, трамваем, канализацией и более чем сотней работающих предприятий. Все очень сильно изменилось, когда в 1911 году к востоку от города нашли большое месторождение нефти. Уже через два года на эту часть штата приходилась почти половина всей нефтедобычи Техаса. Нефтяной бум вывел Уичито-Фоллс на качественно новый уровень развития. Центр города начал активно застраиваться новыми высотными зданиями, в которых располагались отели, магазины и офисы нефтяных компаний. Каждый день на станции останавливалось более 30 пассажирских поездов. Ну что, я запарковался. Тут главная проблема не найти парковку, а найти парковку в тени. Потому что на солнце жарко и потом машина очень неприятно садится. В общем, я в даунтауне города Уичито-Фоллс. Пойдем прогуляемся. Просто посмотрим на то, что такое старый техасский город. Потому что мои представления о Техасе, ну, совсем были другими. Я уже это озвучил, но продолжу, что мне казалось, что в Техас больше жизни, скажем так. Ну, это еще исторический район. И здесь, конечно, историю надо всегда учитывать. Город начал развиваться от железнодорожной станции. Начал развиваться во времена нефтяного бума в начале 20 века. И, как и в случае с Оклахомой Сити, народ просто покупал участки. Рядом со станцией участки, конечно, покупались в первую очередь. Поэтому город вот пошел с этой точки, по сути. Но какое-то местное искусство. Кстати, за тележкой, как я понимаю, бак для сбора дождевой воды. Я думаю, что сюда в воду собираются крыши. Но, как и во многих городах, начался он здесь, а развиваться стал иначе. Ну, вот этот вот большой толчок к развитию произошел в начале 20 века. Железнодорожная станция, поток пассажиров, деловой центр, открытие всяких офисов нефтяных компаний, строительство отелей. Вот большое здание отеля «Хольт». Строительство красивых универсальных магазинов, лавок и так далее, заправочных станций. Вот это вот мне очень нравится, это заправочная станция компании «Магнолия». У них машины раньше въезжали сюда. Здание, ну, не то, чтобы сказать, что прямо мега-шедевр, но довольно симпатичное старое здание. И такой формат заправки весьма приколен. Старая, видите, прям офисная зона. И здесь такая приятная, довольно тенистая улица, которая идет к зданию старого вокзала. Сейчас мы до него быстренько добежим. Но он уже не является вокзалом. Здание уже является частной собственностью. У него находится юридическая компания. Локальная туристическая информация. Радио 1250FM. Вы включаете эту волну на радиоприемнике и слушаете какие-то важные рассказы. Вот здание вокзала. Возможно, оно меньше, чем вы могли себе представить. Но, тем не менее, вполне симпатичный такой босс-ар. Здесь у них такой свой собственный закрытый дворик, чтобы юристы могли курнуть. И за ним находится довольно большой железнодорожный музей Вичито Фоллс. Старые паровозы, вагоны, кабузы. Все дела. Все как любим. И здесь еще здание старого универсального магазина. Ну, понятно, что привокзальная площадь, где еще развиваться торговля. Большой магазин с большими окнами. 1892 год. И мне очень понравились вот эти вот нижние цокольные этажи. Тоже с большими окнами. Ну, здание сейчас пустует. В нем ничего не происходит. Вокзальчик. Ну, и эпицентр жизневых одного дня. Фермерский рынок. Вчера я здесь прогуливался. Он был закрыт, естественно. Здесь вообще вчера не было людей. Но сегодня район ожил. Это не может не радовать. Это очень приятно. Сейчас я просто через него пройду. И вы все увидите сами. Ну, рынок небольшой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, в общем, вот такая вот. Спокойная, расслабленная рыночная торговля выходного дня. Продают все. И мясо, и фрукты. Ну, в маленьких количествах. Один продавец мяса, один фруктов. Одна пекарня, какие-то сувениры. Мужик рисует карикатуры и так далее. Ну, давайте с вами представим, что мы жители Мечита Фоллс в начале 20 века. Вот здание отеля Хольт 1910 года постройки. Интересная история связана вот с этим зданием. Вчера мне это как бы бросилось в глаза. Сейчас я вам ее покажу. Я думаю, что вы тоже удивитесь. Здесь стоит табличка информационная с надписью «The Zale Legacy». И «The Zale» в зале звали Морис Бернард Залевский. И он был русским эмигрантом и евреем, эмигрировавшим из России. Ну, Морис Бернард, я что-то сильно сомневаюсь, что его так звали. А потом он еще и изменил фамилию Залевский на «Zale». И вот это вот место, это где была его ювелирная лавка. Потом он переехал в другой город. Но, в общем, здесь семья существует до сих пор. Существует фонд «Zale». И я так понимаю, что они помогали реставрировать это здание. Ну, вот господин Залевский неожиданно был в техасском тихом городке найти следы эмиграции из Российской империи. Ну, опять же, куда он эмигрировал, мы не знаем. Потому что в те времена Российской империи была территория большого количества государств. В том числе Польша и Украина. И вполне возможно, что он из Одессы приехал сюда. Но все они, по данным эмиграционной службы, эмигранты из Российской империи, то есть из России. Поэтому их называют Russian Jew. Ну, вот видно, как развивался город у меня за спиной в начале века. Здесь было большое, довольно такое прямо огромное реактивное развитие. Когда открыли нефтяное месторождение сюда, народ ломанулся. Кто-то добывает нефть, а кто-то открывает сопутствующий бизнес. Потому что все уже знали, чем это заканчивается. И была такая, можно сказать, нефтяная лихорадка. А вот дальше, если мы отойдем квартальчик, то тут уже развитие становится такое миксовое. Где-то здание 20-х, 30-х годов. Я думаю, что это был универсальный магазин. Там еще один, возможно, отель или офисный центр. Ну, внизу были точно магазины с большими витринами. Вот это здание, похоже, что оно из 30-х. Что-то такое. Ардекошное в нем есть, но это не ардеко. Но что-то в нем есть такое. Ну, а дальше уже, скорее всего, 60-е... Или начало 70-х, но, скорее всего, 60-е... Совершенно чудовищной отделкой фасада. Она не то чтобы ужасна сама по себе. Она просто не выдерживает времени и... О, мужики меняют разбитые стекла, кстати. Как это случилось? Мне просто интересно. Вот этот вот внешний фасад. Вот, где он свежий, это смотрится прикольно. Когда он становится старым. Вот, сбоку можно увидеть, как это все ужасно. Сейчас такое любят. Ну, или лет 10 такое любили очень использовать. Мне кажется, это ошибка, которую надо признать. Что-то у него было написано вот здесь, на вертикальном фасаде. Но остались одни дырки, и прочитать я это не могу. Называется он First Vichita здание. Судя по... Цветочкам и лампочкам в окне, это сейчас живой дом. Когда-то вряд ли он строился как живой. Скорее всего, это был отель. Ну вот, очередной, как и часто бывает в американских городках, совершенно невнятный парк. Ну, что вот это такое? Что-то здесь было, что снесли, и на месте чего оказался парк. И вот такой вот, разрисованный комиксами... Разрисованный легендами, фактически. Конь. Называется он «Выбери свою сторону». Choose your side. Ну, это интересно. Ха-ха-ха-ха. Ну, и дальше вот у нас тоже странная архитектура, тоже очень миксовая. Первый – City National Bank. Банк, здание высотное. Я так понимаю, что это просто более поздняя к нему пристройка. Ну, судя по отделке фасада, это все одно здание, которое просто расширилось со временем и стало офисом банка, который, я так понимаю, сейчас не очень-то кому-то нужен. Дальше какие-то вот начинаются исторические здания. Ну, опять же... Про город. Ну, вот людей нет, машин мало. То есть люди сейчас сюда приезжают ради фермерского рынка. И, собственно, на этом все. На этом жизнь центра, можно сказать, закончилась. Никто не хочет селиться здесь в этих многоквартирных домах. Их не переделывают в дорогие лофты, как во многих. В городах. Магазины стоят пустыми. Ну, вот что-то уже такое с 60-х, 70-х тоже. Какое-то модерновое здание. Магазины, мебельщики так любили делать. Витрины остались. Я люблю Вичито Фоллс. Но... Тишина. К началу Великой Депрессии у Вичито Фоллс проживало 44 тысячи человек. Но нефть так хорошо подпитывала местную экономику, что город прошел кризис почти без потерь и продолжал развиваться. Пик развития пришелся на 50-е годы, когда у Вичито Фоллс проживало 110 тысяч человек. В 60-х случился нефтяной кризис, объемы добычи нефти упали, начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы, и это сильно ударило по городской экономике, целиком зависевшей от нефтяных денег. Спасением стало открытие большой военной базы по соседству с городом, которая стала крупнейшим работодателем Вичито Фоллс. Следующие десятилетия город потихоньку приходил в упадок, терял бизнес и население. Вичито Фоллс пережил два разрушительных торнадо, и только в 2000-х началось медленное возрождение, а количество жителей вновь преодолело отметку в 100 тысяч человек. Сегодня Вичито Фоллс, к сожалению, мало чем отличается от многих американских городов, которые в свое время пережили стремительный рост и последующую деиндустриализацию с оттоком населения. Отделение банка. Что вот в этом здании мне интересно? В Нью-Йорке в таком доме мог бы быть вполне полицейский участок. Что здесь, я не знаю. Большинство зданий старых стали банками. Причем это сдается. Видите, Боб Элмор, Американ Нэшнэл Банк и Траст. Я не помню до какого года, но в Америке было законодательство, которое... Я могу сейчас неправильно это описать, не очень корректно, но законодательство, которое ограничивало или полностью запрещало межштатную банковскую деятельность. То есть банки работали локально. Кто-то работал, возможно, на федеральном уровне, но история была в том, что банки... Большое количество банков в таких городах, вот эти вот бывшие офисы банков, было потому, что если это Канзас, то это канзасские банки, если это Техас, то это техасские банки и так далее. И банки не работали на несколько штатов. Потом это ограничение было снято, и банки начали объединяться, укрупняться, консолидироваться. И в таких городах, как Вичитоволс, например, и во многих других городах, где вот эти все высотки занимали местные банки, все это стало не нужно. Банки стали съезжаться в какие-то уже совсем крупные города столицы штатов, делать офисы там, потом пришли еще технологии, интернет, и вся эта вот локальная банковская деятельность оказалась не у дел. И таким образом, очень много зданий в центрах городов, которые до 90-х еще как-то жили, оказались пустыми. Ну вот, посмотрите, сколько банков мы уже прошли. На кой хрен в городе со 100 тысячами населения такое количество именно офисов банка? Я не про отделение, а именно про офисы, где сидят банковские клярки. Ну вот в ту сторону я проезжал на машине, там здание большое, федеральное, почтовое и, скорее всего, суда. Здесь какие-то здания, которые удивительным образом реновируются. Не знаю, правда, для кого оно реновируется. А вот впереди, ну, я бы поставил на старый отель. Я бы эту архитектуру... Я ставлю на отель. Хотя я не знаю, что это было. Сейчас, да, жилой дом... Возможно, конечно, тоже отель. Но сильно я сомневаюсь, что кому-то в центре Вичито Фолс нужен такого масштаба и такого размера отельное здание. Скорее всего, это жилой дом или офисы. Почему я не уверен? Потому что... О, на окнах жалюзи. И они все одинаковые. Хотя наверху я вижу занавески. И вот это меня смущает. Возможно, верхние этажи сделаны как квартиры, а нижние как офисы. Возможно, жалюзи шли в комплекте, и народ их просто не менял. Не знаю. Просто рассуждаю вслух. Вот это очень смело. Это прям смелейшее решение. Покрасить здание в Техасе в черный цвет. Это, блин, отважно. С учетом того, что мы находимся в городе, который бьет рекорды по температуре. Но давайте обратимся к сухим данным статистики. Город Вичито Фолс является центром административного округа Вичито. Население составляет последние данные 102 316 человек. И город был так назван в 1876 году в честь водопада, который был потом разрушен и которого не существует. Было большое и сильное наводнение, и оно этот водопад уничтожило. И через 100 лет только водопад восстановили. Но 100 лет сюда ехали люди в этот город, чтобы посмотреть на несуществующий, по сути, водопад. Ехать в город, который назван в честь водопада, которого не существует. Ну, а до того, как сюда пришли люди во время истинного бума, здесь было поселение племени Чокто, того самого, который живет сейчас в Оклахоме. Сейчас здесь индейцев я, честно говоря, практически не видел. Это называется Hamilton Building. Что бы это ни значило, но я все равно остаюсь на версии отеля. Город дважды, дважды подвергался ударам очень сильных торнадо. И вот это вот, наверное, одна из причин. Климат, почему здесь так происходит. Потому что, во-первых, жара. Город бьет рекорды по количеству жарких дней. Второе, торнадо. Два торнадо было в 1964 году. Хоть он был пятой категорией, самой мощной. Но городу повезло, и торнадо прошелся, так сказать, чуть-чуть по нему. В итоге всего 7 человек погибло, и 100 было ранено. И казалось, что это самый мощный будет торнадо в истории. Но в 79-м году на город обрушился торнадо чуть меньше силы, категория F4. Но вот он прошелся по тем районам, где не нужно ходить. И в итоге 42 человека погибло. 1800 были ранены. 20 тысяч человек остались без жилья. Повреждения, ущерб оценили в 400 миллионов долларов. Такой интегрированный крест. А, судя по всему, это еще один фермерский рынок. Он тут как бы из двух частей, я понял. То есть есть то помещение, куда я заходил, и есть еще одно помещение. Вот, собственно, причины людности в этом месте, то, что я видел издалека. Сюда все приезжают. Ну, не знаю, загляну туда. Хотя картина фермерского рынка, в общем, думаю, что уже понятно. Да. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Тушеные хвосты бычьи, 12 долларов Блин, как же здесь жарко-то Мужик с собачкой ходит С нашивкой предотвращения пожаров Ну такой же разнобой на самом деле, что и там Тоже микс из всего на свете Кто-то с едой Вот еду, пожалуйста, делают Вот это самые хвостые на самом деле Напитки, десерты Здесь те, кто не влез внутрь Кимчи Реально люди занимаются кимчи Там муж американец, а жена кореянка И поэтому кимчи А вот здесь еще у нас Разлив молока Блин, это реально корова? Офигеть Да, это фермер привез корову и рекламирует Пейте детям молоко, будьте здоровы В общем, в этом смысл происходящего Вообще, это на самом деле крытая баскетбольная площадка Рядом с Ашковой, наверное, с местной Ходит с медведем А местные жители вспоминают, как они в детстве Эту мишку видели, видимо, на таких же занятиях Одежда для собачек Ну, в общем, можно идти обратно А как вам нарядная вывеска парковки? Вот я еще не в одном Я видел название здания, я видел А вот чтобы так нарядно обозначили паркинг Для меня это впервые Hamilton Building Parking Hamilton Building Это вот это вот желтое здание, которое я записал в отель Но, судя по парковке, его либо переделали в офис Либо он офисным и стал То есть такая реновация Снесли соседние здания, построили огромный паркинг Чтобы люди могли работать в этом билдинге Я покинул фермерский рынок Меня там пытались накормить Проходило мимо вот этой вот еды, которую готовили девушки Говорю, вкусно пахнет Они говорят, так попробуйте же Я говорю, блин, я только что поел, я не хочу Прохожу мимо попкорна Говорят, попкорн, вода, берите, все бесплатно Говорю, no, thank you Просто очень жарко Я даже думать о ней не хочу К сожалению, вернулась та жара, от которой я свалил Если я уехал Если в Нью-Мексико жара была сухая и клевая То здесь она опять влажная и тяжелая Это жесть, блин Хочется уже упасть куда-нибудь в тени и не вставать И не шевелиться Это настолько трудно ходить здесь Машина, призывающая к борьбе с криминалом Может быть местный Бэтмен на ней ездит Бэтмобиль По Вичито Фолски Может, проезжай Краймстопперс Платье за то, что вы звоните и сообщаете о преступлениях До тысячи долларов Я уже звонил в другом городе Не работает Так, я заскочил выпить кофейка И посмотреть сборку ролика Последнего Вот так приходится одно совмещать с другим И заодно погуглил про это здание В общем, Хамильдон Билдинг, судя по всему, все-таки не отель Хамильдон Билдинг – это офисное здание Построено одним из отцов-основателей этого города А вот эта вот красивая верхняя часть Это был пентхаус того самого Гамильдона А еще одна для меня шокирующая новость Что вот эти все коробки уродские Которые мы проходили Даже включая вот то здание, которое я записывал в ар-деко И вообще все, что здесь находится высотного Это не современные здания Ну, практически все Это, к сожалению, результат чудовищной реновации На этих зданиях были изменены фасады Это исторические здания, которые были красивыми И которые были изурованы Включая даже вот этот дом с синим фасадом Он выглядел вообще не так Я сюда подставлю Было-стало И вы поймете Сейчас я пройдусь тогда еще один квартальчик В обратную сторону Здание с надписью Oil and Gas Нефть и газ Здесь были офисы нефтяных компаний Причем довольно долго Даже до того момента, как Компании отсюда уехали Все равно они держали здесь какие-то Свои региональные Местечковые филиалы Здания, кстати, соединены Скайбриджем И внутри, судя по цветочкам Это тоже теперь жилой дом Бывала Решенная компания Стал жилой дом Вот это вот здание Ужасное Впереди Это старое здание С новым фасадом Даже не знаю, что лучше Чтобы они их сносили Или чтобы они вот так делали Город мог быть бы гораздо Гораздо красивее А если бы еще не снесли Все, что сносили И построили парковок Был бы вообще великолепный Здесь довольно Тяжелый климат Он здесь считается Субтропическим Здесь очень жаркое Очень длинное Очень влажное Лето И холодная При этом зима Когда могут быть Минусовые температуры А еще здесь Ставились Всяческие рекорды По Очень жаркой погоде Например В 2011 году Температура 100 градусов По Фаренгейту Это 38 по Цельсию Здесь была На протяжении 100 дней Вот такие Бородатые За что же домик Тебя так изуродовали-то А? Ведь им казалось Что это красиво Блин Это ни хрена не красиво Это ужасно И это ни хрена не красиво Хотя это Более Менее некрасиво Чем то что напротив Ну в общем Представляете Местечко Где у вас Три месяца подряд С 27 мая По 3 сентября Температура достигала 90 френгейтов И выше А 26 июля Был установлен Самый Жаркий день Минимальная температура Этот день Опустилась до 31 градуса 31 это была самая холодная Точка дня В общем тут жизнь Конечно Не для солбаков Это я вам точно говорю Все дома в кадре Когда-то были Прекрасными зданиями Пока К ним не прикоснулись Мамкины реноваторы И не сделали их Уродливыми Блин Вот это круто Восьмидесятка Купешка Давно я такого не видел Назародов Но еще такого цвета Первомутрового Красивого Я последний раз Такую машину видел На свалке С Андреем Мотором Когда мы гуляли У меня от нее Решетка радиаторная Сохранилась Радостные флаги На них написано Сдается в аренду Никому это все сейчас Нафиг не нужно Все эти огромные Офисные коробки Стали никчемны Их бы в живые дома Переделать Сделать модное пространство Хорошие квартирки И центр бы ожил Интересно Что за стеклянным фасадом Прячется коридор Я вижу двери офисов То есть у вас коридоры Фактически внешне И одной из стеной коридоров И является фасад Это наверное самое симпатичное здание Из всех Что здесь остались Ну еще кое-где Надстраивали этажи И не всегда Это получалось красиво Вот например У первого национального банка Как вы видите Последние этажи Пристроены И это не единственный Случай в этом городе Ну вот карта Даунтауна На которой обозначены Какие-то местные Достопримечательности Но мы только что гуляли По этому центру И как вы понимаете Тут искать Особых достопримечательностей Точно не стоит Ну что Вернемся к сухому языку фактов Численность населения Я уже сказал Давайте посмотрим На расовый состав 56,5% Это белое население 12,5% Это афроамериканцы Меньше 1% 0,72% Это коренное население Индейцы 2, почти с половиной процента Это азиаты И все остальные Это всякие смешанные А белое население Надо еще разделить На обычных белых И латиноамериканцев Латиноамериканцев Здесь 22,5% Средний доход Домохозяйств Составляет 56 тысяч Долларов в год И надо сказать Что это не мало То есть я видел города С куда меньшими доходами 56 тысяч Это прям для такой глубинки Дофига денег Обычно что-нибудь Цифра вокруг 30-40 крутится То есть здесь народ Довольно прилично зарабатывает И казалось бы Это как-то должно отразиться На внешнем виде города Но К сожалению Пока Я этого не заметил Такие неоновые Бейлбонс С удочкой Это очень мило А с другой стороны Даже вот какие-то Мурал Тут какой-то граффити есть Город Пытается что-то выжить Но к сожалению Получается Пока вот это Вот В основном Ну что я вернулся обратно В даунтаун Исторический Здесь мало чего изменилось Какие-то вот заведения Работают Есть несколько кофеен Где в общем Неплохо можно посидеть Попить кофейку И есть люди внутри Есть пивоварни Есть какие-то Я так понимаю Что местные клубы Горят вывески Open Но людей на улицах Это нифига не прибавляет К сожалению Исторический район Площадь вокзала Пока смерть не разлучит нас Вичито Фолкс Еще интересно Как бы наследие Этническое Жителей Вичито Фолкс Самое большое количество Это Люди с немецкими корнями 9.6% Населения Причисляют себя К потомкам немцев На втором месте Ирландцы 6,5% Англичане 6,3% Американцы 5,1% Итальянцы 2,7% Шведы 1,9% Шотландцы 1% Голландцы 1% Африканцы 1% Меньше процента Французов И норвежцев Вот такой вот здесь Этнический микс Кто-то путешествует На 80-ке Это конечно Достойно уважения Причем сзади Номер Нидерландов Номер А сверху Техасский уже висит Самый большой работодатель Города Это базовый Уэс Шепард На втором месте Школьный округ На третьем Региональная система Здравоохранения На четвертом Университет А на пятом Сам город Вот можете представить Что такое рабочие места Вичито Фоллс Военная база И всякие государственные Учреждения А еще Вичито Фоллс Является местом Проведения Самой большой Велогонки В Америке Называется она Хатрэнхэл Хандрит Люди едут 100 километров При температуре 100 градусов По Фаренгейту И участвуют В этой гонке Больше 10 тысяч человек Вот в 2009 году Например участвовало 14 тысяч велогонщиков И там она делится На всякие профессиональные Непрофессиональные Секции и так далее Кто-то едет 100 километров Кто-то едет 25 Кто-то катается на роликах Ну в общем В августе Когда проходит эта велогонка Город реально живает Это самое 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 Наверное Интересное здесь время Я зашел Вот такой вот Тупик железнодорожный Здесь Все время Так это выглядит Второй раз Я здесь гуляю Второй раз Здесь стоит поезд Который просто тупо Все перекрыл Думаю что где-то Рядышком есть эстакада И люди ездят по ней А пришел я сюда Ради вот этого здания Вообще в этот город Я приехал ради этого здания И называется оно Ньюби Мак Мехен И это здание Именует Самым маленьким Небоскребом в мире Четыре этажа Маленькие комнатки И 25% здания Занимает лестница Чтобы просто подняться На четвертый этаж И история этого здания Довольно интересная Это не просто Самый маленький небоскреб Его так обозвали Конечно К небоскребам Он не имеет никакого отношения Ну если только Соотношение Высота Ширина Это история Большого-большого Мошенничества В 1919 году Местный господин Мак Мехен Объявил Объявил Что построить небоскреб И город очень нуждался В высотных зданиях Потому что тогда Начался нефтяной бум И многие сделки Многие нефтяные компании Свои офисы держали Фактически в палатках И высотное Офисное здание Было необходимо Своему городу Как воздух Ставится Двойная Верхняя запятая Я покажу это На титрах И никто этого не заметил И в итоге Он построил здание Высотой не 150 метров Какое должно было быть И оно бы стало Одним из самых Высоких зданий В Америке В тот момент И даже в мире Самый высокий небоскреб В то время Это был Вулвард Билдинг И его высота Оставляло 241 метр Вот тут должно было Стоять здание Высотой 150 метров А в итоге Он построил здание Высота которого Составляет Блин Сколько это 10 метров Не знаю Вот 10 метров у меня Я не уверен Что это 10 метров Слишком мало Наверное Хотя Ничего не удивлюсь В общем чувак Обманул инвесторов Украл деньги И свалил Но здание построил И когда инвесторы Пошли в суд С ним судиться То судья сказал Что знаете Читайте внимательно договор Там все указано Там было написано 480 дюймов 480 дюймов Вы получили В общем Это история Нефтяного бума И одного из самых Интересных Мошенничеств Наверное В истории Строительства зданий Представляете Как можно было Обдурить Тогда Доверчивую публику Просто указав Не тот знак В договоре И причем Выполнив договор Здание то он построил Ну вот Сверху Три этажа В каждом из них По одной комнате И справа То есть считайте Четверть этого пространства Занимает лестница Чтобы в эти этажи Попасть И надпись Самый маленький Небоскреб в мире Ну повторяюсь Это довольно условное Определение Хотя Ради смеха Можно его и так называть Это конечно Так делают Так делают После него В общем Эта история Не нова А вот Собрать денег И построить Здание высотой Сильно меньше В 10 раз меньше Чем обещал Это конечно круто И ведь суд И ведь суд-то выиграл Это же блин Поразительно Попробую Зайти внутрь Там продают Мебель Декор Заодно посмотрим Пространство Вроде открыто Слушайте Это удивительно Сюда можно попасть Вот Окно Здесь был вход А мы сейчас Поднимемся На самый верх Офигенно Откуда приезжают Сюда люди Ну я не первый Кто из Санкт-Петербурга Сюда приехал Второй этаж Эду мужик Ну дает Принимайте Небоскреб Я все построил Тут даже Жить тесно Это даже Для жилого дома Очень маленькие Помещения То есть Из этого небоскреба Сделать Квартиры Это очень тесная Квартира Охренеть Так Это третий этаж Места больше не стало И четвертый В общем Сравнение Сравнение С другими небоскребами Сторг фит 1776 фит Это круто В общем Я не знал Я не знал Что сюда можно попасть И это очень круто Будете Вичито Фоуз Заскочить Это клево Это клевая история Это клевое здание Вот его План Схема фасада И схема самого здания 40 фит 480 инч Оригинальное здание Называлось Мак Махан Билдинг Было построено В 19-м году Еще интересный факт Что здесь должен был быть лифт И когда Инвесторы Поняли Что их обманули Они отменили сделку По строительству лифта Отис И здание осталось Без лифта Инвесторы подписывали документы На лифт И в итоге Хотя бы эти деньги Смогли вернуть В 29-м году Оно оставило заброшенным А в 31-м Случился пожар После Великой Депрессии Были разные арендаторы От ресторана До парикмахерской Ну а сейчас Вы видели Все что происходит В общем Вот такие вот Неожиданные достопримечательности Вичито Фоуз Ну вот если здесь Поставить кровать Здесь было бы тесно Кровать Это реально Маленькая Маленькая комнатка Ну что по моему Очень клевая история И клевая локация В общем можно двигаться дальше Мне кажется что Все интересное В этом городе Мы с вами уже увидели Посмотрели На все что достойно Того чтобы быть увиденным Дальше К сожалению Одна сплошная пустота И маленький Небоскреб Это какой-то явно Не местный житель Приехал Встал на переезде Постоял Понял что никто Никуда не подъедет И начал разворачиваться Мухи отвалите Тоже какие-то Эхо прошлого Фантомные боли Сэндвич Шек Которого давно-давно Уже здесь нету Не вы знаете Он здесь есть Только он работает С понедельника по пятницу С 8.30 до 2 часов Прямо как бейгальные В Нью-Джерси С такой же Интенсивностью И задором Тут прям в городе Велопарковки И парковки для скутеров Только ни скутеров Ни велосипедов Ни людей В общем-то нету Сказать Водители скутеров Соблюдайте правила Не катайтесь по тротуарам Уступайте пешеходам Где они? Где все эти люди? Соблюдающие правила? Я ни одного чувака На скутере здесь не видел Отелью Хольт тоже Пристроили Два верхних этажа Представляете Когда-то не хватало Помещений Пристраивали этажи К зданиям Сейчас не знают Что с этими зданиями Теперь делать Во как Вот это поворот Попытка изобразить Видимо историю Или что-то Жизнь города Я не знаю Но получилось Из разряда Ничего не понятно Но очень интересно Набор разных плиточек Ну что Фермерский рынок Закрывается Да и мне пора дальше Пока Вичито Фоллс Это было интересно Но мне нужно двигаться Дальше В сторону Аклахомы В общем я съездил На другую сторону Железки Забыл включить камеру Но ничего заслуживающего Внимания Достойного возвращения Там поверьте Нету Картины примерно Такие же Как здесь Просто пустая Умершая Полузаброшенная Промзона Вот как здесь Там и так Считайте Что вы все видели Ничего нового Ничего Чем я бы мог Вас удивить Ну здесь Большой узел Железнодорожной Компании БНСФ Который мы уже видели В Нью-Мексико Здание Элеватора Заброшенное Я прям к нему Туда подъехал Там все заросло Но Как мне кажется Железнодорога Немножко оживляет Городок Своими звуками И делает его Ну Хотя бы Какую-то видимость Жизни Когда гудели Поезда Когда я приехал Сюда Это было прикольно Ну в общем-то Конечно Город Не знаю Мертвый Город мертвых Город мертвых Ковбоев Здесь Удивительно Находится театр А вот здесь Какие-то люди Едут на интересных Транспортных средствах Дедушка с бабушкой О Кэш Стейшн Это была Старая заправка Которая превратилась В банкомат Прикольно Кэш стейшн Бабушка с дедушкой Уехали туда Но там их Ничего не ждет А здесь Какой-то магазин Который тоже уже Пуласки кабинет Что-то такое интересно Ладненько Ладненько Разворачиваемся И едем Посмотрим на искусственный Водопады В честь которых Назван этот город Фабрика по производству Лепешек Когда-то была О, она закрыта Блин, все закрыто Все закрыто Все умерло Вот это вот Парковка Стейкхауса Но как-то он тоже Не выглядит Макбрайт Ленд энд Катал Компани Стейкс Что-то я не вижу Чтобы кто-то За стейками Приезжал Самое странное Конечно, в таких городах Стоять на светофорах Транспорта нету Ты что-то ждешь Стоишь Давайте подождем Еще одно Странное Но заброшенное Банковское Это здание банка Вижу Тоже пустующее здание Это местный отель Это местный отель В котором у меня была идея Поселиться Но я принял правильное решение И снял квартиру По цене было бы столько же Но квартира лучше Я вот вчера не выспался И у меня целый день был Насмарку Из-за этого Долбанного отеля А сегодня я выспался И прямо Бодр и полон сил А, вот туда я хочу доехать Там находится Сити-хол Я вижу это здание Я увидел на фотографии Но не понимал Где оно находится Ща Мы до него доберемся Это не сложно Так Я тут не понимаю Где тут одностороннее Двухстороннее Но, короче, сейчас разберемся Вот это вот здание Огромное Театральное В нем В Википедии было указано Что находится Сити-хол Сейчас мы это проверим Так это или нет Я уже видел Этот грузовичок сегодня Местные шерифы Вичита Каунти Вообще на тюрягу похожа Пристройка Хотя я не уверен Ну, вот это вот здание Я могу все Все как бы неправильно Говорить Но Мне показалось Что в описании Да, это мемориальная аудитория То есть мемориальный какой-то зал И Сити-хол Но он сейчас находится В состоянии Ремонта Но здание красивое Здание очень красивое Наверное, Сити-хол работает Просто площадь закрыли Здание классное Ну, судя по всему Это какой-то был Концертный зал Или театр Что-то такое По архитектуре видно Ну, ладно Мы с вами двигаемся Тогда все-таки В сторону Водопадов Надо и спить Эту чашу до дна Вичито-фолскую Вот это здание Сити-холла Вид сбоку Вот там вот какие-то Пересохшие камни Это и есть Искусственный водопад Если к нему Нельзя подъехать Я не буду подходить Поставлю картинку Потому что это Совершенно искусственное Сооружение Я думал, что его видно Как-то с дороги Но The Falls Ну, на самом деле Они его построили Чтобы просто Перестали люди Задавать вопросы А где же Ваши Вичито-фолс Фолс И теперь Они говорят Фолс вот там Мало того Это все вообще закрыто И, судя по всему Ремонтируется Еще и заезжать туда Нужно через кладбище Ну, короче Тут сам Бог уже велел Что я никуда не пойду И водопада не посмотрю В общем Город Вичито-фолс Я увидел таким И показал вам То, что я увидел Стоп С Вичито-фолс И двигаемся дальше Огромное спасибо Что досмотрели Огромное спасибо Что путешествовали Сегодня со мной По Техасу Это был кусочек Моего большого Недавнего путешествия По Арканзасу Оклахоме Техасу И Нью-Мексико Поэтому мы Еще обязательно вернемся К разным штатам И городам На это традиционное Гигантское Нереальное спасибо Всем, кто поддерживает канал Это путешествие И это видео Состоялось Благодаря этим Крутейшим людям Если вам нравится То, что я делаю Если вы хотите Поддержать выпуск Новых видео То вся необходимая Информация есть В описании к этому ролику Там есть ссылка На мой сайт Где можно сделать Одноразовый донат Криптой, кредитной карты Или Пейпалом Но самый крутой формат Это оформить Ежемесячную подписку На сайтах Бусти Патреон Или на самом Ютюбе Для подписчиков Я выпускаю Расширенные версии Своих роликов А также видео Которые не выходят На Ютюбе Если вы хотите Узнать больше Следить за моими Перемещениями по Америке Узнать историю Моего переезда Или просто Пообщаться в чате То подписывайтесь На мой телеграм-канал Ссылка на него Также есть в описании Еще раз огромное Всем спасибо Надолго не прощаюсь Скоро увидимся В других городах И штатах Пока Субтитры сделал DimaTorzok